И нам пришлось срочно догонять. Вот теперь вы видите, что это уже не американские, а советские испытания. Взятые бомбы подстегнули водород. Мы взрывали далеко на севере. Американцы на Атолах и Галагиана. Англичане в пустынях Австралии. Французы в Накаре. Китайцы нельзя. И вот если считать, что с июля 1945 года, вот с этого первого взрыва, по августу и до третьего года в атмосфере было проведено 424 испытания. Ну, понятное дело, что взрывы этих загрязняли атмосферу, они угрожали здоровью людей, а для многих они просто обернулись в трагедию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Осталось только прорыть канал и наполнить воронку паводковыми водами. И они пришли. На глазах людей рождалось огромное искусственное озеро. Через трое суток воронке было уже свыше трех миллионов кубометров воды. А она все прибывала. Вот. Озеро родилось. Вскоре гидрологи и медики установили, что вода озера совершенно безопасна. В радиационном отношении их вполне пригодна для орошения полей. И человеку здесь нечего опасаться. Уровень радиации не превышает естественного фона. Словно, никогда тут не было ядерного взрыва, а озеро возникло естественным. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует... Продолжение следует...